Всем привет, с вами Ванок и под забывание безызвестного артиста мы сегодня будем рассматривать Of Kings and Man. Я думаю, что эту игру знают многие посетители Садников Кальрадии, кто-то с ней Знаком хорошо, кто-то лишь кратко слышал, что вот какая-то там команда под названием Donkey Crew Занимается разработкой условного клона Mountain Blade, хотя на самом деле это не клон, в общем-то даже А просто переработка идей, основанных на модификации CRPG, которая в свое время была очень популярна для этого самого Mountain Blade Точнее, для Warband Соответственно, ребята, которые в свое время делали этот мод, они решили сделать собственную игру И, собственно, эту игру мы сейчас и будем наблюдать Если кто, может быть, знает, еще ранее она называлась Milly Battlegrounds Название, на мой взгляд, более благозвучное Ну, я думаю, в общем-то и так нормально И поэтому сегодня глянем Единственное, что сразу, наверное, я говорю, что Я не сильно хороший фехтовальчик В принципе, не сильно хороший фехтовальчик, а тут уж и тем более Поэтому, если вы сейчас будете наблюдать страх и ужас и полное нудство Вы не удивляйтесь, на самом деле Потому что, в принципе, на самом деле, если так говорить, эта игра немножко не для меня Но, тем не менее, мимо нее пройти не мог Поэтому, так или иначе, нам ее все-таки придется разобрать Собственно, давайте уходить уже из меню Потому что здесь дело в том, что звук громкой с музыки меню никак не регулируется пока что Я вот там сейчас так громко орет наушники, что я даже себя еле слышу Даже пришлось их немножко снять, чтобы нормально самому говорить Чтобы не орать в микрофон дико бешено Но сначала я хочу показать одну вещь, которая нас ожидает, собственно, в будущем Которая, вот, как мы можем прочитать, будет начата через 5 дней уже Это глобальная карта Пока что она отключена, хотя в игре, по сути, присутствует То есть глобальная карта – это та вещь, которая, собственно, является одной из важных фич игры Которая была, собственно, уже, если, допустим, сама по себе идея боевки вот этой игры Она взята из ЦРПГ, то глобальная карта, она уже была взята из стратегуса Которой, сам по себе, является доработкой ЦРПГ Вот такая вот ситуация Соответственно, глобальная карта нам будет много чего нового, интересного предоставлять Ну, как бы, не совсем, может быть, нового, но интересного в любом случае То есть это будет, в первую очередь, конечно же, вещь, рассчитанная на кланы Кроме, мне так кажется Соответственно, в принципе, вот сейчас можно даже уже некоторые вещи наблюдать То, что, видите, здесь какие-то уже зоны покрашенные куда-то во что-то Ну, как бы, это пока что разбираться смысла нет Потому что, видите, тут у нас пока что ничего не активно, а просто циферка 5 Мы на это дело посмотрели, оставили себе, так сказать, на будущее понимание, что это все дело будет присутствовать И это мы, наверное, посмотрим в будущем И так или иначе, по крайней мере, в этом дело подберемся Соответственно, давайте уже приступим к сражениям Потому что сражения пока что это все, что есть в этой игре То есть сражения и все в чистом виде Потому что, по сути, остальные вещи, они будут допиливаться в дальнейшем Потому что все-таки, опять же, надо говориться, что сейчас Of Kings and Man находится в раннем доступе Причем не просто в раннем доступе, а в раннем-раннем доступе То есть здесь очень много всего задумано разработчиками на будущее Но это самое будущее пока что не наступило И, соответственно, нас ждут всякие там, собственно, создаваемые оружие Собственно, создаваемые замки Развитие идеи глобальной карты Развитие идеи боевки более детальной В том числе и возможности ездить верхом Но этого всего пока что нет Пока что у нас есть просто бои Достаточно сумбурные бои Я это, на самом деле, в одном из последних видео Даже сказал не в одном последнем, а в последнем видео Об этом говорил, что пока что сражения, они как-то немножко сумбурны Пока что очень сложно в них разобраться И примерно так и осталось Единственное исключение, что тогда, когда я это говорил Это все основывалось на стресс-тестах А сейчас эта игра вышла в ранний доступ И здесь еще больше народу стало участвовать Здесь действительно толпы бегают И вот эти толпы, они реально могут Совсем новичка, который, в принципе, не представляет, что такое Такого рода игры Что в них делать, что они себе представляют Он может реально потеряться На самом деле теряюсь и я Хотя более-менее к этому был готов Ну, собственно, давайте посмотрим, что у нас здесь есть с самого начала Здесь с самого начала небольшая такая кастомизация На самом деле, по-хорошему, нужно было показать, конечно Моего персонажа, который уже более-менее прокачат Вот, допустим, видите, тут есть прогресс Который зависит от опыта нашего игрока И мы можем тут, видите, всякие продвинутые баклеры Какие-то щиты прокачивать Можем, соответственно, прокачивать Допустим, кливер прокачать В меч рыцаря Там небольшой топорик в хатчет прокачать Соответственно, поле экса прокачать В какую-то там дубинку шипованную Ну и так далее То есть, в принципе, здесь есть у всей кипровки прокачка И зависит она от того, как хорошо участвуются в сражении Как вы хорошо развиваетесь В принципе, на самом деле, вот это для тех людей Которые в свое время в ЦРПГ играли Не новинка То есть, в принципе, это все как раз для них понятно И очевидно Соответственно, то, что у нас есть Мы можем экипировать Здесь у нас, в принципе, есть уже небольшая Так сказать, возможность Мешки кастомизировать своего персонажа Но не сильно То есть, мы, допустим, можем Взять укороченный Гамбинзон Или же, допустим, длинный гамбинзон Вот примерно так Или, допустим, можем взять какую-то там шапку Которую, в принципе, не уверен Что вообще здесь в ней смысл Или, допустим, вот такой Капюшончик Который, на самом деле, мне кажется Наиболее эффективный На настоящий момент Все это дело повертеть Посмотреть Поразглядывать И, в общем-то, на этом Наша кастомизация практически кончается В принципе, здесь еще Раньше Еще в моменты стресс-тестов Присутствовала возможность Настроить внешний вид нашего персонажа Но пока что она тоже убрана Вроде как разработчики говорили Что такие уж совсем Монстры, чудовища, получается Они хотят это дело сначала допилить Соответственно, пока что У нас тут только есть возможность Посмотреть на нашу опыту Допустим, у меня только Всего лишь 62 хп присутствует И, на самом деле, до следующего уровня Еще тут пилить и пилить Играть и играть А с учетом, еще раз говорю Моих скиллов Это, конечно, будет немножечко Слышновато Я, на самом деле, хотел Поиграть с кем-нибудь Кто хорошо в это дело Все сражается Так сказать Какую-то более подробную Боевку вам показать Ну, не сложилась Ни судьба Может в будущем получится Может быть еще Кое-что интересное В будущем будет Но это все на будущее Пока что не буду спойлерить Пока что Просто у нас такое Совсем первое знакомство Просто, чтобы вы понимали Что себе данная игра В состоянии раннего доступа Представляет Так сказать Для тех, кто, в принципе Не особо следил за В King's Man Или следил, допустим Но при этом Как бы в CSS-ах Там не участвовал Видео не особо смотрел Ну, как и так, наверное Получается Соответственно Давайте уже перейдем в бой Собственно Радиобоя Наверное Здесь все это видео И смотрят Конечно Покрутить нашего персонажа Тоже интересно Но это Наверное Не совсем то Это, собственно Есть У нас здесь Возможность выбрать регион Оставить дефолт Русскоязычного региона Здесь пока что Не присутствует Здесь зато Есть всякие какие-то АУ Наверное Какие-то Австралии Японии Вон, Бразилия Есть здесь У нас Соответственно Возможность Оставить дефолт Наверное так Потому что я вот Допустим Заходил наугад В битву У меня там Пинг был Где-то 40 Может быть Чуть больше То есть В принципе Это нормально Видимо Там как-то Автоматически Подбирается Игра Есть два режима Соответственно Мы можем Их отключать Допустим Можем оставить Оба Дуэльный И конквест Соответственно Скримиш пока что нет Ну давайте Оставим оба Так сказать Какой попадем Такой попадем Собственно Как я уже сказал Первое Мое участие В сражениях В данной игре Ознаменовалось тем Что Меня тут просто Тупо випиливали В общем-то Я не сильно Хороший боец Об этом я же говорил Так что В принципе Наша задача Сейчас не столько Понагибать А это явно У нас не получится Сколько Так сказать Посмотреть Как вообще Боевка устроена В данной игре Так Тут у нас вроде как Много народа Присутствует Но мы почему-то Засмавились только С одним еще персонажем Вот допустим Тут можно смотреть Что тут у нас Как бы Две команды Присутствуют В одной команде 42 человека В другой команде Три-четыре человека Соответственно Вот эти команды Друг с другом Сражаются Как бы баланс Здесь так понимаю Пока что Хотя он вроде как Выравнивается Значит все-таки Наверное присутствует Между балансами Между командами Баланс Соответственно Вот такие пока что Биты не сильно крупные Где-то Пятьдесят на пятьдесят В целом Сражение происходит То есть В принципе Какого-то совсем уж Масштабных бит Здесь пока ждать не стоит По крайней мере В текущих реалиях игры Вроде как Они Возможно В плане в этой игре Соответственно Давайте пока Нас не начали убивать Покажу вам В целом Просто чисто Вкратце Боевку Как она здесь устроена В целом Боевка Не сильно Не капитально Отличается от Маутенбледовской Но есть Некоторые отличия Во-первых Главное отличие В том Что здесь Блок ставится На левую кнопку мыши Причем И атака И блок Они на левую кнопку мыши Дело в том Что когда мы Держим Удерживаем Кнопку У нас стоит блок Соответственно Мы можем Менять направление Здесь направление Кстати Не четыре А девять Что ли Ну где-то так Явно больше Четырех В общем Направлений удара Но при этом блок У нас по сути Как бы такой Немножко Как бы назвать Гибкий блок Я бы так сказал Потому что мы можем Как бы подставить Оружие под направление удара Общее направление удара Не под конкретное Допустим Лево-вверх А немножечко Просто в это направление И мы тогда В принципе Заблокируем оружие Это примерно Как в розах Реализовано То есть Когда у нас В принципе Должны просто Оружие состыковаться С оружием противника И тогда Происходит блок Кстати Здесь нету прыжков Забавленный момент То есть Нам сейчас Допустим Зарезть сюда Придется оббегать Это дело Тестный удар Наносится С выбранного направления Когда вы отпускаете кнопку Или просто Ее один раз нажимаете Вот допустим Попробуем Какого-нибудь Вот этого товарища Не убив Свертом своего Атаковать Меня ударили Я ударил По-моему Как бы на самом деле Боевка здесь Достаточно непростая Достаточно сложно В ней разобраться Особенно сложно Реально отвыкнуть От блока На правую кнопку мыши Это действительно Очень сложно Очень нужно Сильно переучиваться Ну вот Вроде А Меня сейчас пробили Причем Даже с щитом Бегаю С учетом Того Что на самом деле Щит Здесь-то Важную роль Играет Видите Тут как бы Щит Не имба Тоже очень важно Щит Кстати говоря Это такой важный момент Тут можно блокировать Как щитом Так и оружием То есть Допустим Мы Вроде как Нужное направление Подставляем оружие И блокируем В этот момент Оружием И соответственно Вместо оружия Попадается щит Ну вроде как Пытаемся блокировать щитом Ну видите Допустим Вот например Еще у меня тут Кто-то и успел Застрелить Причем судя по стреле Торчащей меня У меня застрелили То ли Хит Отпрятавшийся Противник То ли свой Аж У меня попал Ну как бы Ладно Это уже деталь Я просто не успел Посмотреть Тут видите Слева есть В принципе Кто кого убил Но уже Это все дело Уползло Я уже Это дело не вижу В принципе Вот еще В игре Пока что Присутствует Тут только Вот такая боевка Ничего какого-то Сверхординарного Какого-то того Что Может быть Вы ожидали В этой игре увидеть Вы не увидите Потому что Этого пока что Просто не реализовано Еще раз говорю Это все ожидается Паглы На дорожной карте Все это будет Я по крайней мере Надеюсь Реализовано Но Пока что Это все дело Достаточно Скажем так В будущем Может быть не отдаленно Но в будущем Присутствует Здесь кстати У нас здесь еще Такой хитрый удар В данном случае Бьет щитом Если у нас нет щита Он как-то машет оружием И есть спинок В принципе Вот вся боевка Которая в принципе Которая О которой вам стоило знать Вот как-то так То есть есть некоторые детали Нюансы Но они пока что Скажем так не очевидны Я сам не особо С ними знаком Кстати говоря Правая кнопка Здесь нам ставят блок Но блок такой Видите Который Ну скажем так Условный достаточно То есть Спец на самом деле Удар какой-то Ну спецудар О О И кстати Можно правой кнопкой Отменять Удар И если вы уже делаете замах Вы можете вовремя Отменить Что допустим Своего не покалечить Случайно Ну допустим Кстати Кто-то захватил флаг Соответственно Тот там пытался Сделать спинок Еще один Кстати Заванный момент Сейчас покажу Когда стартанем Здесь можно Зажатым Контрол Видите Сейчас допустим Я вожу мышку И персонаж Туда-сюда Виляет Нашим оружием Зажимая контрол Он зафиксируется На этом моменте То есть это По сути Скажем так Фиксирование Так называемых Стенсов То есть Стоек Ну по сути Стоек У нас просто Банально Направление удара Вот такие Видите как забавно Наш персонаж Может практически По кругу Вводить Наши в оружие Что показывает Что здесь Явно не 4 Направления удара В общем Соответственно Такие Нехитрые Нам Комбинации Действия Могут позволить Нам как-то Эффективно себя чувствовать На поле боя Точнее не эффективно Чувствовать Эффективно себя вести Но Опять же Не про меня Вот Кстати Мне тут Забавно Что у меня тут Я начал только играть У меня тоже Какие-то в чате Пишут сообщения Там какой-то Один игрок написал Мол Ванок Щит Не знаю Что это означало Видимо возьми щит Потому что ты Ну Явно не тот Кто может без щита сражаться Возможно так В общем Отметили уже Мое присутствие В данной игре Кстати Спасибо разработчикам За представленную Копию игры Потому что Я Собственно Я не покупал Мне просто Высалили ключик За это спасибо Что дали поучаствовать В тесте Точнее уже Хотя да По сути тест Так Вот я что-то Не вижу Пытаюсь Понять Что происходит Но ввиду того Что здесь Как бы еще Мне крыши мешают Да и Тут меня видите В общем-то Облепили С всех сторон Меня Ожидаемо убили Что кстати Забавно Обычно Как получается Что Синя команда Твоя команда Красная команда Ну необычно На самом деле В некоторых игр Что вот Синяя твоя А красная Это противников Соответственно Здесь как бы Нет такого Здесь просто разделение На красных синих Какой попадешь Такой попадешь В принципе Наверное Может быть даже И упасть говорю Потому что в принципе Обычно Такого рода игрок Как раз Такое разделение Происходит Но на самом деле Это не важно Важно Что здесь Видите Допустим Мы можете наблюдать Сверху Всякие счетчики Какие-то Непонятные Заполняющиеся Индикаторы Но это на самом деле Непонятно Это же здесь У нас сейчас режим Прогресс захвата Плюс здесь есть Дополнительная информация Допустим Вот допустим Сейчас у нас Обе команды Нападают А есть допустим Ситуация Когда одна команда Нападает Одна защищается В сегодняшний момент Видите Здесь присутствуют Всякие лучники Как бы мы их уже видели Нас уже убили Собственно В процессе сражения Лучниками Мне кажется Не очень интересно Играть Не в том плане Что механика Доработана А в том плане Что видите Здесь такой сумбур Происходит Что Что очень сложно Бывает на самом деле Не то что даже Прицелиться А просто Попасть так Что не попал бы Ты своего И кстати Здесь еще такая вещь Связанная С тем что Кто-то говорит Что двуручное оружие Здесь Имбалансно Ну то есть Типа Переопанная А может кстати Наоборот Скоро всегда Переопанная Она Но честно говоря Пока не заметил Здесь щит Как бы свою роль Все таки играет Вот мы так сказать Двоем запилили Противника По моему первый Ну не совсем фраг Но Какое-то Мое полезное Участие В этом сражении Вообще Конечно С учетом того Что здесь реально Много игроков Которые все Дело хорошо Разбираются Ага Убили меня Порой чувствуешь С себя какой-то Пешкой Наверное Или просто Человеком Который Ну просто Является Каким-то там Фрагом бегающим Которого Очень легко Убить По сути это так Потому что Многие в эту Игру тренировались Многие в принципе О Я сейчас Сквозь дерево Пробежал Многие в стресс-тестах Участвовали Многие в тестировании Там Которая проводилась До стресс-тестов То есть Те кто в свое время Задонатил данную игру Им давали доступ К совсем-совсем ранним Версиям игры То есть Ранее-ранее-ранее-ранее Там не знаю Ранее в кубе игра Ну соответственно Они хорошо разбираются Да в принципе На самом деле Если так разобраться То те кто играл В бою В Маунт-у-Блэйт Хорошо активно Участвовал В принципе И они не сильно Себя прямо так Потерянным Здесь будут чувствовать А определенные Понятные элементы Здесь присутствуют Не достал Да Хоть не настолько Как хотел бы Как и говорю Здесь очень хочется По первой Правой кнопкой блокировать Но вроде как Я это делал Пока уже Более-менее отвыкаю Вот Но Еще раз говорю Видите Сумбург Непонятно что происходит Плюс здесь все-таки Не совсем удобно На мой взгляд И очевидная индикация Свой-чужой То есть Видите Над своими Появляются Такие треугольнички Как бы В пылу сражения Их очень сложно Проиндифицировать Все-таки Должны быть Какие-то Не знаю Более очевидные Разделения Может быть Конечно Разработчики Наоборот Хотят Как раз Такие оставить Мол это реалистично На самом деле Не совсем реалистично Реалистично Если бы были Какие не знаю Там повязки На шее Или на шлеме Тогда это было реалистично Цепляешь Ага Вот Меня убили Из-за меня Или по-моему Там даже Сейчас Я не обратил внимание По-моему Меня свой убил Кстати говоря Как раз Реально Часы здесь Тимкила Допустим Мы сейчас будем смотреть Лог сообщения То здесь видно Вот допустим Тимкил 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 Здесь реально Очень много Тимкилов И это на самом деле Мне кажется Не совсем правильно Вот На самом деле В принципе Если так говорить То вот Вся игра На текущий момент То есть Чего-то Ям такого Что Здесь присутствует А я не показал Такого нет То есть В принципе Я вам показал всю игру Может быть Здесь можно посмотреть Еще на различные карты В принципе Пока что Карта не особо На разнообразие богатая Но как бы Есть здесь Определенный дизайн Но по сути Весь дизайн Сводится Вот Какой-то заборчик Домик А Общая суть Запрещает в том Что в принципе По сути Здесь просто Все сражаются На определенной точке Поля Кстати Здесь тоже есть Висящие Воздухи стрелы Но я думаю Что это со временем Будет исправлено В принципе Можно еще Кстати Показать Деймплей Залучник Чисто Как им управлять Я вот не знаю Сейчас я попал По своему По чужому Вроде за то Что мне дали опыт Судя по всему Все-таки попал По чужому Спину Завалил Ну опыта Мы здесь видите Там не знаем Наверное Опыта Совсем Сгульки нос Набрали Вот И как-то так Давайте Ладно Я переключу сейчас Здесь можно Прямо в игре Переключать Свою экипировку Приключу Ох Как ароня рут Переключить На лук Кстати говоря Не можно даже Оставить нам щит Я кстати Пробовал Настраивать Громкость Еще раз говорю Но как-то Из-за этого Не получилось Так Что-то наш персонаж Как-то себя странно Завел Ладно Вот собственно Правой кнопкой Мы прицеливаемся И стреляем Когда у нас Сетева Точнее Правой прицеливаемся Левый стреляет Можем Кстати Мы Точнее нет В принципе Не можем Что-то я начал тупить Уже Вот собственно Чтоб нам выстрелить Нам нужно сначала Прицелиться Правой кнопкой А слевой Нажать на выстрел В принципе Здесь есть Определенная Какая-то Физика устрел Но как бы Не особо Ниже Каких-то тут Собственно Сильных В этом плане Проработок То есть Прицела здесь нет Хотя прицел Можно как шутят Нарисовать В центре экрана Кстати говоря Если вы долго держите Прицеливание То со временем Просто Вас это дело Все само Отключается Автоматом Ну цель здесь Реально сложно На самом деле Это не та игра Которая сильно На лучников рассчитана Вроде хотя Вот допустим Сейчас даже Кого-то видите Попал Ну допустим Лучникам Нужны Правильные позиции Выбирать Чтобы вас не убили В спину Реально Не так уж просто Вовремя Отступать Он уже У меня допустим Кто-то тут Бьет А защищаться И нечем Так что Лучника Вроде Хотя нет По-моему Ручника Есть Какой-то там А вот сейчас Я заспавнился Какой-то кстати Лучника Вроде как Был Кинжал По крайней мере ССС Но здесь Видимо Отняли Его Вот Как-то так Но кстати Мне очень странно Выглядит Молучника Потому что С мечом Вроде нормально Бегает А тут Видите Такой Какой-то Квазимода Получается На самом деле Это немножко Странно Выглядит Но в принципе Вот как так Допустим Геймплей За лучника Он Как я уже Сказал Немножко Странновательно Еще более Сумбурен Сумбурен Чем Сражение Но Тоже Имеет свое место То есть Здесь Можно Все-таки Стрелять Можно Вроде Кого-то Убивать Примерно Допустим Я Что-то Вроде Такого Получал Кстати Нас Сланга Обходят Тактический Маневр Я Естественно Ни в кого Не попал Вообще От того Что все Тут Двигаются Постоянно Это Реально Сложно То есть Реально Нужно Не Просто Прицелиться Но Еще Учитывать Что У тебя Если Долго Ты держишь Держание То тебя Выкинет Из режима Прицеливания Не знаю Попал Сейчас Не попал По-моему Не попал То есть Здесь Нужно быть Таким Кемпером Настоящим Снайпером Человек Кстати говоря Еще и Ко всему прочему Стрела По-моему Сейчас вообще Вниз Летит Куда-то То есть Надо еще И брать Это Вертикальное Упрежнение Да Ну Как бы Кто разбирается В принципе Варбан тоже Не так уж Просто Сражаться В своем Режиме На Луках То есть Здесь тоже Нужно Это все Дело Понимать Разбираться Как бы Если ты Станешь Настоящим Снайпером Настоящим Мастером Лука То Наверное Это будет Честь И почет Но я Пока что Не из тех Как бы Можно Вдаль Пострелять На Бум Чисто Так Знаете Вдруг Хавосик Кого-нибудь Попадет Хотя У нас Кончат Стрела И все Прощай Хотя На самом деле Если так Говорить То в принципе Ты и ближний Уже в бою Ты не особо Так долго Живешь То есть В принципе Может быть Даже Ты когда Лучником Играешь Ты дольше Живешь Чем Дольше Точнее В бою Участвуешь Чем Когда ты В ближнем Бою Участвуешь Как-то Так Немножко Опять же Станно Объясняюсь Ну В принципе Есть такой Еще Элемент Куда я сейчас Стрелял Ой-ой-ой Ой-ой-ой А защищаться Нечем А защищаться Нечем Да-да-да Вот как-то Так Ну ладно Давайте На самом деле Назад Поменяем Наше оружие На Ну допустим Давайте я вам покажу Как К примеру Тут идет Сражение Еще и На двуручном Оружии Так сказать Для полноты Картины Пока тут В принципе Наша Участь Все равно Не особо Как-то Эффективно Отображается Кстати Допустим Тут можно Еще наблюдать Участников Кто сколько Очков набрал Где там мы Вон Вон У нас тут Ожидаемо Ноль киллов В принципе Так Если посмотреть Реально Большое количество Киллов У избранных Игроков То есть Допустим Верхушка Те кто реально Освоил эту игру Остальные Как знаете Так Вот примерно Как я На самом деле Здесь очень много Игроков Которые В принципе Не особо Знают Ситуацию Куда делся А вот Кстати говоря Вот Оказывается Все таки Колесиком Меняется Оружие Видите Допустим Даже можем Щит достать Правда Щит Нам не особо Полезен Он чисто Так Видите Как очень Странно Носят Видимо Это все таки Бак И в принципе Может быть Нереально У лучника Какой там Все таки Кортик И присутствует Надо все таки Разбираться Но это на самом деле Не так важно Важно Что в принципе Боевка На двуручном оружии Она примерно Такая же Единственная За тем исключением Что здесь у нас Нет щита А по сути Вот такие же вещи Здесь можно Всякие финты Делать Удар Типа рукояткой Пинок Все такое же Давайте Может попробуем Куда-нибудь Добежать Кого-нибудь Агрессивный Может быть Даже Кого-нибудь Ударить Хотя В этом Честно говоря Не сомневаюсь Еще раз Говорю Здесь и так Сложна Боевка А с учетом Того Что здесь Еще и Приходится Приходится Мне сейчас Болтать Очень сложно Средоточиться В принципе На игре То есть Эта игра Не для того Чтобы Здесь знаете Стоять Точнее Стоять А бегать Там Что-то Комментировать Здесь Реально Нужно Средоточение Каждую минуту Вас напрягает Эта игра Каждую секунду И нужно В этом деле Очень хорошо Разбираться В общем Давайте Наверное Я из боя Выдал А то Честно говоря Меня уже Начали Утомлять Эти Звонкие Звонкие Ох Как интересно Тут Видим Видим Переключил Или Это свой Своих Бьет Уж не знаю Зачем Это делать Но Есть И свои Так сказать Плохие люди Которые Своих Сбивают Таких Мне кажется Если разработчики Будут смотреть Данное Видео Я предлагаю Вот этого Товаря Забанить Вот так В общем Мы переключили Спектактор Просто посмотрим Как здесь В принципе Это все Выглядит Со стороны Допустим Группа игроков Бежит отсюда Группа игроков Бежит оттуда Правда Здесь вообще В принципе Все Становятся Союзниками Вообще В принципе Непонятно Кто с кем Сражается Кстати говоря Может быть Кстати говоря На этой почве Я зря Того человека А клеветал Может быть Он кстати Был из вражеской команды Но это ладно Не так уж и важно Вот так Бои выглядят со стороны Реально Сумбур Реально Муравьи бегают Какие-то непонятные И за что сражаются Зачем сражаются Непонятно Он там кстати Здесь где-то В деревенке В отдалении Деревенька Может туда слетать Просто посмотреть карту Соответственно Такой вывод Примежуточный Потому что реально Полноценный вывод Здесь делать не стоит Потому что Еще раз говорю Это ранний доступ То есть Для раннего доступа Как говорится Что игра плохая Или игра хорошая Я считаю Что это неправильно То есть Это будет неправильно Как в отношении В принципе Объективной оценки игры Так и в отношении Разработчиков Которые в принципе Конечно может быть Не совсем правильно Что совсем-совсем Такую раннюю версию Выпустили Хотя в принципе Их многие игроки Подгоняли Мол когда уже Это все дело будет Кстати тут мы сражались И в принципе На этом фоне Может быть Скажем так Это была вынужденная Мера Мол ладно Ребята давайте Мы выпустим То что имеется Но типа Вы понимаете Что мы выпустили Как бы совсем-совсем Раннюю версию Надо понимать это дело В принципе Игра так или иначе Вышла Так или иначе У нее сейчас играет В принципе Вот можем наблюдать Что народу здесь немало По крайней мере На этом серии На котором мы играем То есть в принципе Она определенного Определенной группы Населения Востребована В нее играет Но вот Что с этим всем Дело будет в будущем Покажет только время Насколько разработчики Будут активно ее дорабатывать Насколько Появятся возможности Для тех Кто как допустим Я не сильно Так уж сильно Боевку Это вылечет Будут здесь какие-то Альтернативные возможности Будет ли здесь Возможность Кстати говоря Сражаться с ботами В общем В тех же стресс-тестах Присутствовал возможность Посражаться с ботами Их там добавить Нужное количество Себя оружие Правильно выбрать Ботам оружие выбрать Сейчас это дело Вырезали То есть Остались только Вот такие сражения Плюс разработчики Говорят Что на глобальной карте Ботов тоже не будет То есть Здесь вам Все вот эти самые Клановые сражения Сражения за территорию Будет происходить Именно В виде Реальных игроков И Бот Они если будут Присутствовать В будущем Только в виде таких Людей Ну не людей Смыс А персонажей Которые будут вам Добывать ресурсы И вроде бы все Но может быть Эта ситуация Как-то в будущем Изменится Может быть Какие-то Сражения капитанов Аля появятся Еще что-то Можете Ну сингл вред Здесь стоит ожидать То есть игра Это в принципе Сугубо сетевая Это на самом деле Главное отличие От Монтанблейд И с Монтанблейд Боевка Может казаться Не такой продвинутый Но в Монтанблейд Есть одиночный режим И это соответственно Делает игру Интересной для тех Кто в принципе Не особо Расположен сетевым режимом Здесь же Чисто сетевый режим Это на самом деле Очень важно Потому что Если вы такого рода Игры не перевариваете То вряд ли Это игра для вас Допустим Как и War of the Rose Как и War of the Vikings Которая в принципе Тоже щеголяла Определенными доработками Игрового процесса На самом деле Мне некоторые вещи Которые делали В плане боевки Очень нравилось Но она была Исключительно сетевой И в принципе За счет этого Многим быстро надоело Ввиду отсутствия Опять же развития И это самое развитие На самом деле Будет на самом деле Очень важно Для этой игры Реально Как она пойдет Так в общем-то Она и будет В будущем воспринята Игроками Ну а на этом все Мы Закругляемся Как я в общем-то Обещал Какого-то серьезного Нагибательства И тут у меня не получилось В какой раз повторяю Ну а с вами был Иванов Спасибо за просмотр видео Не забывайте Подписываться на канал И оставить комментарии И всем Удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok